сегодня речь пойдет о самом популярном кей карри которого хотят все и это honda nvgn honda n wagon все называют данный автомобиль по-разному автомобиль 2014 года выпускается данная модель с 2013 года первое первое поколение рестайлинг данного автомобиля произошел в 2016 году как бы один из главных параметров до при выборе автомобиля особенно при выборе кей кара является его габариты один из важнейших скажем так параметров габариты длина данного автомобиля три метра 395 сантиметров ширина 1475 высота 1655 мест в автомобиле полноценных друзья мест 4 естественно это два места спереди два места сзади но при желании можно усадить и и третьего человека клиренс на данном автомобиле 150 миллиметров клиренс считается по самой нижней точке в автомобиле ну естественно если его пригрузить не знаю усадить туда три четыре пять человек закинуть продуктов то естественно он станет меньше меньше тип привода на этих хондах только вариатор какие вообще у нас бывают типа приводов это механика вариатор автомат и робот где-то есть плюсы где-то есть минусы роботы стали ставиться не так давно не конкретно данный этот автомобиль а вообще ну и робот это компромисс между механикой и автоматом как говорят в роботе больше больше минусов чем плюсов двигатель здесь установлен 07 658 кубиков лошадей от 58 до 64 64 это трубовая версия автомобиля как данный вариант послушайте как работает двигатель то есть по нему не сказать да то что ну то что он 07 обычно 07 двигатели открываешь они все трясутся да здесь присутствует как бы небольшая вибрация но это заметно по минимуму многие спросят сколько ходят такие двигателя вот ну скажем так видели мы двигателя 07 приходят с пробегом 200 250 тысяч и поверьте они еще ездят крутящий момент от 65 до 104 крутящий момент это сила кто не знает с которой мотор автомобиля крутит коленчатый вал сила момента она измеряется его или в килограмм килоньютонах с точки зрения физики это более точным или в килограммах чем больше крутящий момент тем естественно быстрее едет автомобиль быстрее набирает скорость еще раз смотрим на подкапотное пространство в принципе все удобно все доступно и смотрите на состояние двигателя чуть попозже вам скажу пробег данного автомобиля давайте еще раз уделим внимание внешнему виду автомобиля передняя часть автомобиля яркие хищные глаза фарики они глаза сразу бросается в глаза туманки подсветка диодная идет обратите внимание пусть она начинается под фарой идет под решеткой ну и плавно переходит в правую пару хромированная накладка под решеткой хромированный фирменный знак и цвет автомобиля тоже обратите внимание какой цвет такой насыщенный ярко-ярко-фиолетовый какой-то баклажановый некоторые задают вопрос где крюк автомобиля да если что-то с автомобилем случается как его тащить друзья на новых автомобилях идет заглушечка вот она заглушка убирается туда вкручивается специальный крюк и цепляется трос родное лобовое стекло родное лобовое стекло на данном автомобиле установлена летняя резина на родном литье хондовском размер 155 65 на 14 боковая часть автомобиля двери для кейкара довольно таки широкие особенно передние двери здесь идет хром ручки бесключевой доступ накладка потому что вот эти места очень часто царапаются здесь накладка только на передней дверке также в зеркалах заднего вида встроены дополнительные поворотники комплектация у нас идет с обвесом но сразу скажу это это идет максимальная комплектация данного автомобиля передние тормоза идут дисковая ветровики задние тормоза идут барабанные задняя часть автомобиля эти комплектация кастом мощный спойлер спойлер вмонтирован стоп-сигнал и омыватель заднего стекла заднее стекло с подогревом но это практически на не практически это на всех идет на всех автомобилях поворотники чуть выше стопорей стопорей задние диодные с вот такой вот подсветочкой сзади установлены сонары ну и по низу идут такие прямоугольные катафоты камера заднего вида установлена опять видит фирменный знак хонда хромированная накладка и очень удобно сделано показано где где открывается задняя дверь то есть подносим руку сразу упираемся в ручку если обратили внимание лежит литье лежат колеса мы их специально высунули чтобы показать вам сколько места в автомобиле потом положим все на место и примерно будете понимать увидите скажем так объем багажника на данном автомобиле ну что я думаю внешнего вида достаточно давайте перейдем в салон пока смотрите это видео не забывайте подписаться на наш канал всегда будете в курсе цен на авторынке зеленый угол наличие автомобилей на данный момент второй ряд сидений отодвинут у нас полностью до конца вот пожалуйста багажное отделение до большие сумки сюда не влезут но скажем так на природу да на таких автомобилях мы не ездим это чисто городской автомобиль в магазин за продуктами съездить без проблем здесь у нас ниша ниша довольно таки большая чуть дальше спрятан донкрат ремкомплект и компрессор то есть помимо того то что мы можем какие-то сумочки пакетики положить сюда мы довольно таки много вещей можем спрятать еще вниз в эту нишу сейчас немного покажу состояние автомобиля снизу обратите внимание там все как новенькая значит второй ряд сидений он двигается вперед двигается назад эту манипуляцию можно произвести может сделать как и пассажир также можно подвинуть именно с багажного отделения тянем ручку двигаем сиденья багажное отделение у нас сразу же увеличилась вот идет насос ремкомплект донкрат вот он идет круг который вкручивается про который я вам говорил для буксировки транспортного средства в принципе осуществляется все очень просто и и одной рукой спинки задних сидений они опрокидываются багажное отделение сразу же у нас увеличилось естественно ну не то что естественно пол идет неровный практически ровный но опять же я думаю спать в данном автомобиле никто не собирается давайте посмотрим сколько места для задних пассажиров сразу видим в любой кей карри места очень много но не забываем то что данный второй ряд сидений он сейчас отодвинут до конца значит сидушка идет кожаная вставка тряпка подлокотника для задних пассажиров нету и сидушки идут прошитые также как и подголовники идет подсветка для задних пассажиров подсветочка у нас идет диодная далее смотрите под сидушкой присутствует ящик для вещей довольно таки глубокий дверная карта идет пластик вставки тоже какие-то пластмассовые тканевая вставка здесь пластик сверху идет мягкий идет подстаканник для заднего пассажира снизу монтирована колонка ну и соответственно с левой стороны идет все то же самое в стойках аэрбэге раз аэрбэг 2 рб удобные ручки с этой стороны тоже идет ручка дальше в спинке водителя карманы такие вот в сеточку встроены в спинке пассажира все то же самое плюс добавляется еще один карман снизу ну как я говорил да сидушечка она двигается отсюда вот он рычажок в принципе делается все очень просто я вам скажу так вот даже сейчас сейчас я подвинул сидушки до упора вперед в принципе мне сидеть удобно да у меня упирается коленка но я чувствую себя комфортно конечно когда сидушка отодвинута до конца чувствуешь себя не просто комфортно просто шикарно обратите внимание как я сижу и сколько здесь места очень удобно ну и в принципе я уже говорил то что сюда можно усадить третьего пассажира если мы будем сидеть вдвоем да здесь будет место много мы будем сидеть в развалочку если мы посадим сюда третьего человека ну вот как то как то поуже но тем не менее все равно все равно это возможно но с другой стороны это не по правилам делать так нельзя потому что у нас сзади всего два ремня безопасности теперь место пассажира переднего сидушечку чуть-чуть назад отодвигаем кстати я вот сидел до водительская сидушка она была отодвинута до конца дверная карта все то же самое тканевая вставка мягкий пластик пластмассовые накладки здесь пластик но пластик здесь идет двухцветный снизу встроена колонка сидушки также ткань кожаные вставки прошиты ниткой сидушка ездит вперед ездит назад ну и соответственно регулируется у нас спинка посадка в автомобиль довольно таки удобная то есть сажусь я без проблем да вот обратите внимание когда я сажусь в автомобиль ростом это метр восемьдесят один вот давайте вот так я головою об стойку не бьюсь то сел сел мне очень удобно садиться так давайте удобство пассажира и расскажу по месту здесь у нас идет бардачок какой-то вот ну это не пенал да какая-то ниша сверху что-то можно положить допустим можно сюда положить телефону опять же телефон будет болтаться он будет ездить по-хорошему сюда нужно нужен какой-нибудь коврик идут подстаканники подстаканник у нас идет с подсветкой и вот здесь тоже такая небольшая телефон допустим не туда не влазит вот так он тоже тоже туда не поместится дальше тут у нас ионизатор воздуха дуйка на две дуйки на пассажира раз дуйка два дуйка дочки естественно у нас крутятся в разных положениях то есть можно для себя отрегулировать для себя направить как ты хочешь как тебе будет приятнее солнцезащитный козырек зеркало аэрбэк стойки аэрбэк торпеде по месту по месту посмотрите вот я сейчас сел сидение еще раз повторяю отодвинуто до конца обратите внимание на мои коленки они никуда не упираются снизу идет крючок можно повесить какой-то пакет здесь идет а вот он столик смотрите выдвигается хотел сказать ниша выдвигается столик максимальная нагрузка 3 килограмма снизу у нас розетка прикуриватель 12 вольт два разъема usb разъем hdmi не во всех автомобилях он есть также смотрите над столиком у нас присутствует еще и подстаканник снизу тоже небольшой бардачок ниша бутылочница много для чего можно эту нишу использовать дальше по коленка место показал так что касается места вот ну именно в плане того как мне здесь сидеть очень удобно плюсом идет подлокотник подлокотник идет тоже кожаный то есть села так развалился очень комфортно себя чувствую потолок крыша очень высокая также вот тоже удобная ручка потому что автомобиль гоночная он реально он прям гонка поэтому приходится держаться ну давайте посмотрим сколько места со стороны водителя ладно про дверную карту объяснять не буду все то же самое сидушка вперед-назад спирка спинка вверх-вниз помимо этого есть еще есть еще лифт сидений отключение антибукс во плане антибуксом остальных систем открывание капота открывание бензобака ручник идет ножной только режим подстаканник идет с подсветкой что-то у нас какая-то мороз пошла непонятно давайте закроем окошко водительское стекло она автоматическая я имею ввиду закрывается авто остальные все стекла приходится приходится держать до конца на данной комплектации идет полный мультируль руль у нас идет кожаный bluetooth управления можно подключить к магнитофону телефон автомобиль был полностью нами проверен вся информация была скинута нашему подписчику ну и как вы понимаете он дал добро его выкупили пригнали в транспортную компанию также круиз-контроль лепестки переключения передач то есть можно ехать включил дышку поехала можно вручную переключать скорости значит информация для водителя в принципе сведено все вот на небольшой спидометр все очень удобно ясно и доступно я вам обещал сказать про пробег данный пробег пробег у данного автомобиля двадцать шесть тысяч километров это родной пробег спидометр идет до 140 километров тахометр идет до восьми тысяч идет кнопка старт кнопка стоп торпеда во многих видео говорю то что практически невозможно дотянуться до лобового стекла торпеда пластик идет такой более более менее мягкие также airbag стойки airbag естественно идет в руле комплектация у нас идет камера вида заднего вида установлена ну вот показано вот задние сонары вот показаны передние сонары автомобиля климат-контроль то есть можно выставить себе температуру допустим там поставить на авто выставляешь температуру какую-то какая тебе нравится нам 20 там 30 градусов я не знаю и и печечка будет автоматом догонять до вот этой вот температуры ладно что а вот еще смотрите не сказал форточки да вот такие вот здесь идут и японцы тоже японцы конечно молодцы понятно что звездочка здесь сделано дополнительной дуечки чтобы вот эти вот форточки чтобы они не потеря естественно с правой стороны и со стороны пассажира тоже это сделано в общем передняя панель консоль сделано довольно таки удобно замечательно все видно у тебя глаза куда-то там не разбегаются не бегают все доступно любая кнопочка по месту по месту для водителя ну я не знаю вы можете посмотреть со стороны еще раз повторяю кейкары в рекламе места они они просто не нуждаются место очень много еще раз повторяю сидеть очень удобно обзорность просто великолепная просто шикарная значит смотрите по месту как и обещал показать с колесами естественно в багажник у нас при подвинутом втором ряду сидений до конца не сложенных спинках влезет только одно колесо ну естественно чтобы нам загрузить остальные три колеса нам придется придется сидушки разложить два колеса влазит примерно вот так сейчас я просто опрокинул спинки задних сидений сидения вперед не двигал сейчас сидушка подвинута до упора вперед ну как видите три колеса у нас свободно влезла четвертое колесо она ровно не ляжет то есть придется его класть сверху выглядит все это дело примерно вот так но опять же если у вас двое то сверху еще влезет куча куча всяких вещей ладно показываю еще раз вам внешний вид данного автомобиля какой он красивый и немного проедем на нем посмотрите все таки как выделяется мордочка очень красиво также добавляя не сказала то что стоит датчик при столкновении сейчас все покажу как поворотники мигают то есть поворотник у нас идет фаре для чего он сделан в зеркале чтобы грубо говоря там в крыле в крыле его не туда откуда выезжаешь короче говоря дополнительно дублирует очень красиво очень шикарно стоят такие автомобили чтобы примерно понимали да но опять же все зависит от комплектации там по моему и по 370 и по 380 есть хороший автомобиль будет стоить порядка в данной комплектации 450 500000 данный автомобиль стоит 450 тысяч рублей со стороны пассажира показывал как садится в автомобиль удобно или нет показываю со стороны водителя сел все очень удобно движений очень мало выключаем аварийку включаем дышку ну и поехали прокатимся немного посмотрим как он ведет себя на дороге знаете вот если сесть за руль такого автомобиля и не знать то что это 07 я даже не знаю то есть короче говоря сложно сказать то что это 07 потому что поверьте лупит она замечательно и в гору из горы и по ровной сейчас вам продемонстрирую как едет данный автомобиль по комфортности езды опять же для бюджетного автомобиля хотя я не могу сказать то что он блин прям прям сильно бюджетно но мне нравится мне нравится шумоизоляция мне нравится как ведет себя автомобиль мне нравится его подвеска в плане как автомобиль проглатывает ямки понятно то что это там не lexus не crown не хорек какой-нибудь даже даже не простой алион но для кикара для кикара автомобиль себя ведет очень очень достойно великолепная шикарная обзор насть то есть нормального размера зеркала заднего вида ты видишь все и вот смотрите идем мы в гору да то есть газку дали и реально автомобиль вам просто но он махом набирает скорость я еще раз повторяюсь то что если не знает да то что ты едешь за рулем автомобиля кикара 07 то я не знаю можно сравнить наверно с полторашкой то есть вот сотка сотка в гору ребята поверьте были вообще без проблем и он дальше продолжает просто набирать скорость в общем turbo turbo дает о себе знать вот смотрите с места сейчас будем поворачивать да то есть вот поехали без проблем то есть вы не знаем чуть ли с буксом не идет если взять обычный какой-нибудь кейкар то пока он разгонится а этот автомобиль он махом набирает скорость прям реально махом в общем данным автомобилем я действительно был приятно удивлен это это кейкар да но блин здесь комфорт наверное хэтчбека но никак никак не кейкара разгон как не знаю как легкового автомобиля какой-нибудь полторашки или ну можно в принципе сравнить какие-нибудь nissan ноутом хотя двигатель здесь стоит 07 да он турбованный и да поверьте поверьте он едет мне понравилось шумоизоляция мне понравилась динамика автомобиля еще раз повторяю вот ну и ну и конечно управляемость автомобиля то есть высокая такая посадочка ты прекрасно видишь то что происходит перед собой место мне понравилось очень много места в салоне что для переднего пассажира что для для переднего пассажира что для водителя что для задних пассажиров в общем автомобиль мне очень понравился